Ну, так получилось, что я больше буду говорить о Достоевском, но в данном случае, мне кажется, это уместно, поскольку то, что я скажу о Соловьеве, оно будет, скорее, следствием из некой сложной концепции, которую Достоевский создал, и которая, на мой взгляд, еще до конца неосмысленна исследователями. Ну, и в качестве своеобразного эпиграфа, что ли, к своему докладу, я хотел напомнить небольшой сюжет, он небольшой, но очень существенный для творчества Достоевского, который знают все исследователи Достоевского, но который, на мой взгляд, тоже еще не получил объяснения. Это сюжет с картиной Ганса Гальбейна «Мертвый Христос» в романе «Идиот». Я хочу напомнить, что Достоевский видел эту картину в 1867 году, причем он специально заехал в Базель, чтобы посмотреть на нее, он знал об этой картине. Он пришел в ужасное возбуждение, увидев эту картину «Мертвый Христос во гробе», она формально называется, и по словам его жены Анны Григорьевны такие слова сказал, это важно. Гальбейн – прекрасный художник и поэт, прекрасный художник и поэт. Я предлагаю запомнить эти слова, да, это по отношению к картине «Мертвый Христос во гробе». Собственно, в романе вот так эта картина обыграна, да, значит, Рогожин приходит, то есть Мышкин приходит в дом Рогожина, видит картину, она такая странная, вытянутая, длинная, там, порядка метра с лишней длиной, минус 3-40 всего высоту, да, лежит «Мертвый Христос», внутри гроба, как бы закрытый гроб, по сути, изображен. И Мышкин, задумавшись, говорит, да, это копия с Ганса Гальбейна, и хотя я знаток небольшой, но кажется, отличная копия. Я эту картину за границей видел и забыть не могу. Ну что же ты, и они и дальше, да, как-то, охотя, он оболюнает картину, но пройдя через несколько шагов, Рогожин вдруг спрашивает Мышкина, верит ли тот в Бога. А потом заявляет ему, ну, я пересказываю, чтобы не читать весь фрагмент, а потом говорит, вы знаете, я на эту картину люблю смотреть, я на эту картину, Рогожин, люблю смотреть. И Мышкина это чрезвычайно удивляет, и он, значит, дальше такой диалог, на эту картину, вскричав вдруг князь под впечатлением внезапной мысли, на эту картину, да от этой картины у иного вера может пропасть. Пропадет, и кто неожиданно подтвердил, только Рогожин. Они дошли уже до самой выходной двери. Как остановился вдруг князь? Да что ты? Я почти шутил, а ты так серьезно? И к чему ты меня спросил, верую ли я в Бога? Да ничего, да, я и прежде хотел спросить. Многие ведь ныне не веруют, но они не веруют, да. Загадочное суждение, дальше оно будет иметь продолжение в беседе, в разговоре с Ипполитом Терентьевым, но это я не буду читать, это огромный фрагмент сложный, я пока на этом остановлюсь, да, вот некая загадочная реакция двухперсонажных картин, обсуждение, да, почему-то от этой картины может вера пропасть, да, хотя на самом деле она встает в ряд изображений мертвого Христа, да, который в его возрождении во множестве писал, да, хотя в романе есть объяснение, но оно, на мой взгляд, формально, оно не дает подлинного объяснения, что же там Достоевский увидел. Вот, если мне хватит времени, я в конце своего доклада постараюсь объяснить, что там выглядит Достоевский, да, и это объяснение, ну, оно неожиданное, пока мне никто никогда так на эту картину не смотрел, я постараюсь посмотреть, да, но для того, чтобы посмотреть на эту картину и на творчество Соловьева, да, вот в этом же контексте, я думаю, что Соловьев следует здесь за Достоевским, я обращусь к двум рукописным фрагментам Достоевского, которые, на мой взгляд, имеют первостепенное значение для понимания всего его мировоззрения, да, всего мировоззрения. Оба этих рукописных фрагмента написаны в 1864 году. Один очень известен среди исследователей, он условно называется «Маша лежит на столе», это текст, написанный Достоевским на следующий день после смерти его жены, 16 апреля 1864 года, первый жены Марии Макбюшной Исаевны. А второй текст, он написан через полгода, он не датирован, но примерно считается, что он написан примерно через полгода, осенью того же 1764 года, он тоже, он озаглавлен Достоевским, он называется «Социализм и христианство». Для меня этот текст, для моих исследований и для моей концепции Достоевского, этот текст первостепенное значение имеет, потому что впервые Белопольский, не помню сейчас его имя и отчество, еще в 80-е годы написал, заметил, что вот этот текст «Рукописанный социализм и христианство» – это на самом деле конспект книги Фихте, Иоганна Гротлова и Фихте «Основные черты современной эпохи». Я эту гипотезу, Белопольский просто высказал гипотезу без больших доказательств. Я ее капитально развернул в нескольких своих статьях и, на мой взгляд, доказал, что действительно это просто означает, что Достоевский читал, по крайней мере, Родоку Фихте «Основные черты современной эпохи». Вот эти два принципиальных текста я сейчас и проанализирую с точки зрения того, как Достоевский понимает историю и какую роль в истории играет Христос. А потом я перейду к Соловьеву, поскольку Соловьев в «Оправдание добра» в 9 главе, он тоже говорит об истории, о том, к чему идет история, и говорит о роли образа Христа. На мой взгляд, если мы сопоставим эти концепции, то увидим их в полное совпадение. И парадоксальность концепции Достоевского, она, мне кажется, становится более, ну, та инопрекция, которую я дам, она становится более обоснованной, когда мы видим, что и Соловьев, видимо, под влиянием Достоевского, именно так роль Христа. И главный акт воскресения Христа совершенно парадоксально. Ну, вот давайте я, эти тексты, ну, они достаточно большие, по несколько, ну, для рукописных текстов большие, по несколько страниц современных изданий, но очень насыщенными идеями, да. О чем здесь речь? Здесь речь в том и в другом смысле, о том, как устроена история человечества. Ну, наиболее понятно это во втором тексте, который называется «Социализм и христианство». Повторю, это конспект, если это конспект книги Фихта, то это историческая концепция Фихта, да. Достоевский след за Фихте выделяет в истории три эпохи, да. Первая эпоха патриархальности, а вторая эпоха, ну, формально у Фихта пять эпох, на самом деле, кто читал, может возразить, да. Но сам Фихта говорит, что эти пять можно формально свести к трех, да, для понятности. И Достоевский берет именно вот эту трехчленную форму описания истории. Значит, первая – патриархальная эпоха. В чем ее суть? А в том, что здесь человек, как пишет Достоевский, ну, вот, я буду исключить тексты Достоевского, они, хотя там параллель даже текстологические есть, да. Так вот, первая эпоха эпоха патриархальности, значит, Достоевский пишет, здесь человек живет массами, с ритмым видом, да, то есть что имеется в виду? Имеется в виду, что первоначальное человеческое общество было так устроено, что индивид не был выделен. Человечество существовало как целое, да, как единый организм, да. Ну, подробно, более подробно не описано, буквально там один абзац. Дальше он говорит, наступает время переходной. Смысл вот этой второй эпохи, она называется эпоха цивилизации, собственно, в ней мы и живем, да, в следующей эпохе она вот, как бы, продолжается до наших дней и длится еще, да, значит, она говорит, это разделение вот этого сливного человечества на отдельных индивидов, да, как бы, при этом, как бы, происходит, как говорит Достоевский, забывение, во-первых, идеи целого, то есть, как бы, человек сам забывает идеи целого, и человечество пребывает в болезненным состоянии, он пишет, да, это болезненное состояние, потому что естественное состояние, исходное, целое, да, а вот это разделение, оно необходимо, но индивиды выделены, это положительное, но это положительное, как бы, гораздо более важным, отрицательным сопровождается, это утрата и понимание того, что мы есть единый организм, единое целое, а в связи с этим, да, он говорит, происходит утрата веры в Бога, да, потому что вера в Бога, это и есть вера в единое человечество, да, ну, вот здесь, ну, точнее, Достоевский, сейчас я процитирую более точно, как бы, пока саму логику я изложу, да, потом вернусь к некоторым деталям, да, пока про веру оставим, да, и так разложение происходит. Самое важное для него, а что происходит дальше, в конце, то есть, какова цель-то истории, ну, понятно по логике, тем более, и у Шоловьева, кстати, в некоторых работах есть три силы, например, просто он повторяет один-кодомную эту концепцию, да, дальше вот из этого болезненного состояния цивилизации человечество должно перейти к состоянию новой целостности, но уже не вот такой авторитетный, как он говорит, не, как бы, данный исходно, да, а достигнутый силами человека, то есть человечество само теперь должно слиться. А каким образом, что здесь является главной силой? Вот здесь главной силой является идеал Христа, он говорит, да, ну, и вот здесь, как бы, наиболее четко этот идеал, это термин Достоевского, идеал Христа, да, то есть переход к третьей эпохе регулируется идеалом Христа. Он сформулирован и в первом тексте, и во втором. Вот здесь я первый текст сначала процитирую, как он это делает, а потом во втором, потому что более наглядно все-таки в первом тексте, да, вот как там сказано, да, и очень известный текст. Между тем, после появления Христа, как идеала человека воплоти, идеала человека воплоти, стало ясно как день, что высочайшее последнее развитие личности именно и должно дойти до того, в самом конце развития, в самом пункте достижения цели, чтобы человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего Я, это как бы уничтожить это Я, отдать его целиком всем и каждому, безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Это-то и есть рай Христов. Вся история, как и человечество, так и отчасти и каждого отдельного человека, есть только развитие, борьба, стремление и достижение этой цели. Здесь рай Христов назван. Это состояние истории, когда вот каждый человек осознан, то есть личности развелись до предела, но на этом пределе как бы разум подскажет, что это неверное состояние, и тогда вот произойдет как бы новый перелом, люди начнут жертвовать собой, отдавать себя другим, жизнь ради других, а не ради себя, и произойдет возвращение вот в это слитное состояние. Это и есть рай Христов. Аналогично во втором фрагменте «Социализм и христианство» он говорит, что вот в этом втором состоянии, это разделение на индивиду, человечество больно, больно, это болезнь по сути, и человечеству было бы совсем плохо, и дальше текст такой, если бы не было указано человеку в этом состоянии цели, мне кажется, он с ума бы сошел со всем человечеством, но указан Христосом. Да, то есть вот если человечество шло бы с ума, но указан Христосом как идеал. В чем закон этого идеала? Возвращение в непосредственность, в массу, но свободное, и даже не по воле, не по разуму, не по сознанию, а по непосредственно ужасно сильному, непобедимому ощущению, что это ужасно хорошо. И странное дело, человек возвращается в массу, в непосредственную жизнь, следовательно, в естественное состояние. Но как? Не авторитетно, а напротив, в высшей степени самовольно и сознательно. Ясно, что это высшее самоволье, и в то же время высшее отвлечение от своей воли. В том моя воля, чтобы не иметь воли, ибо идеал прекрасен. Ну, сложно, понятно, это рукописный текст, человек для себя пишет, поэтому по-русски это очень, даже по-русски это коряло выглядит, поэтому понять сложно. Но, тем не менее, общая логика понятна. В обоих фрагментах речь идет о том, что вот на этом третьем этапе происходит новое снияние человечества, причем, как бы, вот соединение это уже добровольное, через отдачу себя другим. Но все-таки здесь остается вопрос, а что же это такое? Ну, философ не может остановиться вот на этом описании, да? Мы отдаем, некоторые люди и сейчас отдаются, себя другим, да? И это просто моральная, нравственная задача. Да, но при этом индивиды же не исчезали, да? То есть это просто, как бы, исключительно моральный способ жизни. Но жизнь достается в виде разделенных индивидов. Так вот надо понять, что Достоевский третью эту эпоху понимает гораздо радикально. Это антологическое преобразование нашего бытия, да? Поэтому вот здесь я следующую фразу прочитаю. Он дальше, как бы, сам себе объясняет, что же это такое, что в этом состоянии произойдет, да? Произойдет некая трансформация человека, он говорит, да? Что произойдет более конкретно? Какова будет природа его, вот этого существа уже на месте человека? И он так это определяет. Это слитие полного я, то есть знания и синтеза совсем. Слитие, ну, опять же, грамматически неправильно по-русски это сказано, но мне кажется понятен смысл, да? Слитие полного я, то есть знания и синтеза совсем. Совсем подчеркиваю, Достоевский, курсивом современных изданий. То есть происходит некий синтез индивида, не только даже с остальными личностями, но совсем с космосом, да? То есть вообще, говорят, некое мистическое преобразование человечества, в котором снова возвращается вот это человечество как единое существо, когда индивидов вообще, видимо, нет, да? И при этом еще вот это состояние единства с космосом возникает, да? Ну, почему так можно интерпретировать? А потому что дальше Достоевский говорит о Боге, то есть он говорит, что мы стремимся к Богу, а Бог что это такое? И Бог у него оказывается великим синтезом. То есть на самом деле, вот как бы Бога он описывает ровно так, как он описывает вот это состояние, окончательное состояние человечества, да? Потому что, так сейчас, значит, вот он как пишет о Боге. Натура Бога прямо противоположна натуре человека. Человек по великому результату науки идет от много различия, то есть от индивидуальности к синтезу, от фактов к обобщению и их познанию. А натура Бога другая. Это полный синтез всего бытия. То есть вот определение Бога удостоевства в этом контексте, да? Это полный синтез всего бытия, саморассматривающий себя в многоразличии, в анализе, да? Ну, понятно, если Бог это полный синтез, тогда и получается, что вот это третье состояние человечества, это некое, по сути, мистическое преображение человечества в состоянии Бога, да? Потому что тут полное совпадение, определение, да? Человек отдает себя в сену и входит в этот синтез. Так Бог это и есть синтез, но Бог как бы синтез исходно, а человек это синтез, который достижим. Здесь может быть какая-то разница между Богом и человечеством остается, но только с точки зрения пути. А само описание получается, как бы человек вливается в Бога или достигает состояния Бога, получается, да, в этом синтезе, да? Ну и, соответственно, тогда вот Достоевский, собственно, повторю, он мыслит это преобразование, как некое мистическое преобразование человечества, но раз оно мистическое, то, естественно, оно как-то трансформирует и главный элемент нашей жизни, да, мы же смертны, да? И он, естественно, говорит о том, что здесь произойдет некое, как бы переход к некому состоянию, где уже смерти не будет, да? Вот, как он пишет это. Но достигать такой великой цели, ну вот этого третьего, третьей этой эпохи, великой цели, по моему рассуждению, бессмысленно, если при достижении цели все угасает и исчезает. То есть, если не будет жизни у человека по достижении цели, следственно, есть райское будущее жизни. Следственно, да, то есть, выводом из того, что вот, то есть, как бы, вот он берет логику исторического развития, приходит к выводу, что человечество к этому синтезу всеобщему придет, и из этого, как логический вывод, делает то, что, следовательно, есть райское будущее жизни, да? То же самое, это вот в первом фрагменте, Маша лежит на столе, та же логика воспроизводится и во втором фрагменте. Патриаркальность, он еще раз говорит об этой третичной стадии, патриаркальность была состояние первобыдия, цивилизации средней и переходной, христианство, третья и последняя ступень человека. Но тут кончается развитие, достигается идеал, следовательно, уже по одной логике, по одному лишь тому, что в природе все математически верно, следовательно, и тут не может быть иронии, и насмешки, есть будущее жизни. То есть, здесь вывод о возникновении этой третьей синтетической стадии говорит о том, что здесь вот начнется будущая жизнь, да? Ну, и тогда возникает вопрос, да? Да, и, кстати, обратите внимание, патриаркальность первой стадии цивилизации, второе, христианство третье. То есть, по-достоятельству, эпоха христианства, она еще не началась. Она начнется, когда вот этот синтез начнется. Но это я в силу недостаточного времени оставляю, да? То есть, как же он понимает христианство, если это только третья эпоха синтеза, да? А вот здесь самое важное, а что такое Христос-то здесь, какую роль? Ведь это и есть идеал Христа, да? Получается, что в конце достигается бессмертие, только в конце. А как же бессмертие человека в промежуточной стадии, вот сейчас люди умирают, да? Что с ними-то происходит? Ну, я тогда сразу, финал, в то же время достофически исчезаю. Тогда вот логику этих фрагментов рассматривая, мы получаем, что, на самом деле, у каждого человека есть две формы бессмертия. Вот пока не наступила эта третья фаза, вот сейчас мы в состоянии цивилизации к этой третьей фазе идем, мистической, да? Вот здесь умершие люди, они просто трансформируют свое бытие. Они воскресают в виде личности, снова ограниченных, снова индивидуальных. А вот когда наступит эта окончательная стадия, вот тогда некая трансформация берет, и мы все воскреснем в эту синтетическую натуру уже без индивидуального какого-то воплощения. Да вот он как про это пишет, да? Сейчас скажу, да, где это... Да, ну, тут сразу у меня про... про Христа, да. Христос весь вошел... Дело в том, что здесь возникает вопрос... Нет, эта цитата, она сразу касается воскрешения Христа, поэтому им надо и упомянуть. Вот такая логика, мне кажется, у Достоевского, что у каждого человека есть как бы несовершенное бессмертие, это вот в промежутке между вот этим... Вот цивилизация и вот это слитное состояние окончательное, да? И совершенное бессмертие в конце, да, сейчас его описание будет, да? Но Христос это совершенный человек, совершенное существо. Поэтому получается, что он воскресать должен сразу в совершенство. А что... Так вот, вот моя идея в том, как я вижу, идея Достоевского, да, что для него воскрешение в виде телесного образа, то есть вот Христос умер, и вот мы видим его снова в том же телесном образе, он и ученикам является. Этого не может быть, потому что это несовершенное воскрешение. Это же воскрешение индивидуальное, да? Потому что вот так обычные несовершенные люди воскресают по Достоевскому, пока не наступил вот этот мистический финал. Но когда наступит мистический финал, все воскреснут в синтетическом виде, да? Но Христос как совершенное существо, он должен сразу... Его не было. Это получается, что Достоевский не верит в воскрешение Христа в телесном облеске, вот так, как оно описано в Евангелии, да? Потому что Христос как совершенная личность сразу должен в синтетическом облике... То есть он во всем человечестве воскрес. То есть он умер, и мы больше его не видим как отдельную личность. Он воскрес, да? Но он в синтетической форме воскрес, и теперь он ведет человечество вот этому вот какому синтетическому виду. Вот, собственно, как это описано, тут большая цитата, где я хрестер сразу и о человеке. Христос же весь вошел, весь вошел в человечество, вот центральные слова. Христос весь вошел в человечество, и человек стремится преобразиться в я Христа как в свой идеал. Достигнув этого, он ясно видит, что и все достигавшие на земле этой же цели вошли в состав его окончательной натуры, то есть Христа. Синтетическая, в скобках, синтетическая натура Христа изумительная. На мой взгляд, здесь синтетическая, я уже спорил с другими интерпретаторами, они видят здесь христологию, две природы Христа. На мой взгляд, Достигнув это имеет вот этот синтез, синтетическая природа Христа, что Христос больше не... Он один раз жил как индивид в несовершенной форме, и дальше он синтетический только. То есть Христос существует только внутри человечества, как вот единое человечество, да? Синтетическая природа Христа изумительна, ведь это натура Бога, значит Христос есть отражение Бога на земле. Как воскреснет тогда каждое я в общем синтезе, вот в этом общем синтезе, да? Трудно представить, то есть он не может представить, как вот мы здесь существовали индивидуально, а что там дальше будет для нас в виде воскрешения, да? Трудно представить, но живое, не умершее даже до самого достижения и отразившееся в окончательном идеале должно ожить в жизнь окончательную, синтетическую и бесконечную. Мы будем лица, то есть как бы какая-то индивидуальная страна останется, не переставая сливаться со всеми, не посягая, не женясь и в различных разрядах, да? Все это будет тогда, все тогда почувствуют и познают навечно, но в какой-то будет форме, в какой природе человеку это представить себе окончательно трудно. Еще раз повторю, вот моя мысль, да? Христос не воскресает как отдельный лич, он не может, потому что это означает его несовершенство, он сразу воскрешает и воскрес сразу, он вот тогда, когда он умер, он воскрес во всем человечестве. И с тех пор вот в человечестве, как синтетическая натура, во всех нас и живет, двигая нас к этому идеалу, да? Тогда возвращаясь к картине, почему Достоевский в мертвом кресте верует? Потому что там вот эта вот неотвратимость плоти человеческой, индивидуальной в кресте важна, не то, что он не воскреснет от того, что он там мучился, а от того, что он как индивид после смерти продолжает существовать, а не растаял как индивид, а не вошел в человечество. Вот как можно тогда интерпретировать вот эту картину «Мертвый Христос». Ну и тогда у Соловьева. А у Соловьева то же самое. Давайте возьмем 9 главу «Оправдание добра». Что здесь пишет Соловьев? Что главная задача всей эволюционной истории, что это такое? Это собирание Вселенной. Тот же синтез, что у Достоевского, да? Вот он как пишет, да? Высшая задача человека, как такового, чистого человека и чисто человеческой еще, не божественной сферы, до пришествия Христа состоит в том, чтобы собирать Вселенную в идее. Задача Бога-человека и Царствия Божьего состоит в том, чтобы собирать Вселенную в действительности, да? То есть, как бы, вот мы пока собираем только в познании, да? Мы говорим о целостности мира, но мы все все-таки в разделенном мире и в разделенном человечестве живем. А задача Царствия Божия, да, того, который обозначил Христос, состоит в том, чтобы собирать Вселенную в действительности. Что значит, подчеркнуто Соловьев действительности? То есть, заставить его слиться вот в этот же Сильтис, о котором Зостоевский говорит, да? Ну и дальше он говорит о том, что начало этому положено было явление индивидуального Христа, да? Вот он как пишет, цель мирового процесса есть откровение Царства Божия, или совершенного нравственного порядка, осуществляемое новым человечеством, духовно вырастающим из Бога-человека. Но тогда ясно, что этому универсальному явлению должно предшествовать индивидуальное явление самого Бога-человека. Да, вот оно предшествовало индивидуальное явление, но что дальше? А дальше он говорит, что Христос как идеал, как сила вот этого движения к этому синтезу, ну, буквально как у Достоевского, вот так он странно говорит, это должно стать как бы делом всего человечества, да, вот это дело подано христианство, но оно не является делом всего человечества. То есть, как и Достоевский, Соловьев считает, что христианство еще не наступило, потому что сила вот этого дела Христа еще не действует в мире, да? И поэтому он парадоксальным образом пишет, что Христос, Христу пришлось удалиться в запредельную сферу невидимого бытия и удерживать пока свое действие в истории. То есть, пока Христос не действует в истории по Соловьеву, да? Еще раз повторю, чтобы согласие было совершенно свободным для человечества, чтобы оно не было делом превозмогающей высшей силы, а настоящим нравственным актом или исполнением внутренней природы, для того и нужно было, чтобы Христос удалился в запредельную сферу невидимого бытия и удерживать, и должен удерживать свое явление, явное действие в истории. Когда же оно обнаружится, это действие? То есть, когда Христос войдет в историю, войдет, вот как явится перед нами, да, оно обнаружится тогда, когда не отдельное только лицо, а целое человечешее общество будет готово для сознательного и свободного выбора между безусловным добром и его противоположным. Таким образом, безусловное нравственное древнение будет совершенны, как Отец Ваш Небесный, обращенные к каждому человеку, но не в отдельности, а лишь вместе с другими. Будьте, а не будьте. Это требование, если только оно понято и принято, как действительная жизненная задача, неизбежно переносит в нас область условий, определяющих текущее историческое существование общества, отчеркнуто у Соловьева, или собирательного человека. То есть, что это означает? Это означает, пока мы сами не сольемся вот в это целое, да, где не будет значимость, ну, не то, что не будет значимость, а где главным будет целое, а не отдельный человек. Вот только тогда Христос в нас пойдет, потому что Он сам уже существует только как целое. Да, Его нету как инвелида. Получается, что у Соловьева вот в этой работе, в принципе, та же самая логика, но он, как раз, более сложная выстраивает ее, и более туманно, на мой взгляд, чем Достоевский. Ну, Достоевский, для себя пишет, этот пишет все-таки для публики, да, и в основном православный. И, конечно, утверждать прямо, что Христос не существует как индивид, а после смерти воскрес только вот в таком, в облике, как бы, общечеловечеством, и, соответственно, может явиться только собранному человеку, который сам уже соберет себя, только тогда Он явится этому собранному человечеству, как его сила и как его, как бы, ну, вот, идеал для окончательного Царства Божия, в котором, опять же, вся Вселенная с этим человечеством соберется. Ну, и последнее, безусловно, в этой модели никакого трансцендентного Царства Божия нет. Это все на земле, и у Достоевского, и у Соловьева, это все происходит в рамках истории и в рамках движения человечества исторического, да, то есть человечество само себя собирает, само собирает Вселенную, сливает вот этот общий синтез, и, по сути, достигает само, ну, либо слияние с Богом, как этим общим синтезом, либо становится Богом, и повторю, но Христос здесь не существует как индивид, а существует только как вот синтетическая натура, которая определяет это движение. Вот мой вывод. И, соответственно, еще раз, мертвый Христос тем, как бы, веру, не тем, что он там в какой-то особой мученической форме, там, кстати, если вы внимательно посмотрите полотно Гальбейна, никаких вообще следов муки нету, парадокс в этом, да, а это, как бы, вот эта картина вызвала у Достоевского вот эту идею о том, что Христос, воскресший в качестве индивида, да, он противоречит вот этой логике развития человечества. Христос, как сила движения к синтезу, он и должен воскресать в совершенстве, только в виде синтеза, как бы, в общечеловеческой форме, а не в форме индивида. Ну, вот такая, на мой взгляд, парадоксальная интеградация, да, как гепутеза, если хотите. Очень спасибо. 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 Спасибо.